Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. 63-й впереди планеты всей. Самарский регион покорил научной мыслью Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Пополнили городской бюджет на 90 миллионов. Административные штрафы выписаны за нелегальную торговлю и нарушение правил благоустройства. Вернем Самаре цветные фасады. Волонтеры Том Сойерфеста покрасили Молдогвардейскую. Три концерта Мариинского театра в Самаре проходит юбилейный 10-й музыкальный фестиваль Мстиславу Ростроповичу. Вперед в средневековье! Самарские богатыри сражались на турнире исторического фехтования. Делегация Самарской области работает на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Накануне на форум приехал временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Азаров. Он побывал на площадках, где представлено достижение 63-го региона. Сначала глава Самарской области увидел битву роботов. Это разработки доцентов кафедры инновационного проектирования Самарского технического университета. Затем этнографический проект «Парк дружбы народов». Его реализует Союз народов Самарской области. В парке построят 22 дома. Все детали масштабного проекта создают в соответствии с национальными традициями. Потом Дмитрий Азаров ознакомился с уникальной разработкой Самарского медицинского университета. Интерактивный анатомический стол пирогов позволяет рассмотреть все органы и работу систем организма в разных проекциях. В мире такого еще нет. Глава региона отметил, данную инновацию необходимо продвигать по всей стране. Мы крайне заинтересованы, чтобы талантливые, ответственные, молодые люди вместе с нами формировали будущие регионы. Делать мы будем это совершенно точно вместе. А те идеи, которые сегодня были представлены, дают мне возможность взять на вооружение уже самые современные подходы, перспективные подходы. Нарисовали граффити, не вовремя вывез мусор или торгуешь яблоками на тротуаре. От административных комиссий районов не уйдет ни один нарушитель. За этот год инспекторы выписали более 9 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Как наказания рублем влияют на порядок в городе, расскажет Марина Матвейшина. Штрафы растут, порядка становится больше. 90 миллионов рублей выписали административные комиссии в этом году. Больше всего нарушений зафиксировали в сфере благоустройства и уличной торговли. На общегородском совещании в мэрии поднимают вопрос собираемости денежных наказаний. Нарушители уже выплатили 65 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом это вдвое больше. Эти деньги идут напрямую в городскую казну. В районах также отмечается рост выписанных и оплаченных штрафов. Достаточно эффективно работала административная комиссия и тех, кто по составленному протоколу наложенную штрафу. У нас уже 23 миллионов штрафов наложено. Из них 15, соответственно, больше 60% в моем году. В отдельных районах количество протоколов уменьшилось. Но произошло это не от того, что нарушений стало меньше, считают в городской администрации. А потому, что искать их нужно еще более внимательно. К концу года ситуацию подправить, выровнять. Здесь еще много, что нужно в порядок приводить в районах и в городе. Поэтому давление снижать не нужно. Давайте продолжайте работать в этом направлении. Кроме поиска нарушителей и взыскания из них штрафов, важно следить за решением проблем, отмечает глава города. Главная цель не столько наполнение бюджета за счет штрафов, сколько восстановленный порядок на Самарских улицах. Марина Матвеевна, Василий Холодашов, События. Возвращают городу цвет участники фестиваля Томс Сойерфест. Завершили сезон и подводят итоги. В этом году волонтеры отреставрировали четыре дома и расширили географию фестиваля до 11 городов. Тему продолжит наш корреспондент. Особняк Зеленко и его новые лицо. Фасад дома отреставрировали в рамках фестиваля Томс Сойерфест. Кисти и краски в руки взяли не только волонтеры фестиваля, но и сами жители. Так дом превратился в настоящее произведение искусства. В этом году волонтеры отреставрировали четыре дома. На Самарской 179А, Молодогвардейской номер 83 и 87, Чапаевской 132. Авторы проекта привлекают деньги инвесторов и людей, желающих поработать на благо города и своими силами восстановить старинные дома. Пример самарцев стал заразителен для многих других городов. География стала очень большая. С трех городов до 11 выросла. На востоке это Томск, на западе это Калуга, на севере это Кострома, на юге это Саратов. То есть это очень далеко и очень многое. Администрация города оказывает проекту финансовую и организационную поддержку. А в прошлом году фестиваль был отмечен президентским грантом. Это особое качество работ. Особое, я бы хотела отметить, одухотворенность и особое теплое отношение к каждому объекту. И особенность этого проекта социального в том, что в этом проекте принимают участие и жители этих домов, а также неравнодушные люди, в том числе и иностранные гости. Это колоссальная работа проведена общими усилиями для того, чтобы наш город превратился в жемчужину по Волжье. Каждый дом, который попал в руки волонтера фестиваля, не просто приобрел свое лицо, но и имя. На каждое здание после завершения работ вешается табличка с именем его первого хозяина и исторической справкой. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Аналитики портала по выбору недвижимости составили рейтинг вторичного жилья, расположенного рядом с метром. Возле какой станции самые дешевые квадратные метры, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В начале рабочей недели нефть дорожает. Баррель марки Brent удерживается выше 57 долларов. Валюта дешевеет. Курс на 17 октября. Доллар 57 рублей 8 копеек, евро 67 рублей 29 копеек. Золото стоит 2396 рублей, серебро 31 рубль 86 копеек за грамм. В самарских отделениях банков дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 45 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 95 копеек. Работодатели Самарской области задолжали своим сотрудникам почти 47 миллионов рублей. Это на 11 процентов меньше, чем в прошлом году, сообщил Самара Стат. Аналитики портала по выбору недвижимости составили рейтинг вторичного жилья, расположенного рядом с метро. Самые дешевые квартиры оказались рядом со станцией Кировская – 48 тысяч. Самые дорогие рядом со станцией Алабинская – 78 тысяч за квадратный метр. А цены на красной круг новому году резко вырастут. Деликатес может подорожать сразу на 40 процентов. Но не икрой единой, как говорится. Вот ФАС разработала план снижения цен на презервативы. Все для людей. На этом все. Удачи в делах. Бывшего вице-президента Волгокамского банка Олега Назарова сегодня оправдал Ленинский районный суд. Его обвиняли в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Напомним, банк лишили лицензии четыре года назад. По данным на мае 17-го, долг перед кредиторами составлял почти 6 миллиардов рублей. При этом некоторым из них к тому времени уже выплатили в общей сложности 733 миллиона. В 2014-м на Олега Назарова завели уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», а также по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Во время судебного следствия защита сообщила, в материалах дела есть расходные ордера, которые обвиняемый не подписывал. Их свыше 30. По мнению адвоката, на документах свою подпись ставил другой вице-президент. Также представитель защиты отметил, кто из сферы деятельности в работе Волгокамского банка, через которую были выведены активы, подсудимые отношения не имел, поэтому совершить преступление не мог. Далее коротко о других событиях дня. Ракетные двигатели, произведенные самарским предприятием ПАО «Кузнецов», обеспечили успешный старт транспортного грузового корабля «Прогресс МС-07» по программе Международной космической станции. Двигатели отработали без замечаний. Данный старт стал 11-м в этом году стартом ракеты-носителя типа «Союз». Корабль «Прогресс МС-07» доставит на МКС более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа. За ограбление инкассаторов в Оренбурге задержали двоих самарцев. Разбойное нападение было совершено в марте 2017 года. Полицейские говорят, преступники похитили 6,5 миллионов рублей. Известно, что налетчиков было трое. Один из них был убит инкассатором. Оренбургскими полицейскими при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны двое подозреваемых. Остальных злоумышленников продолжают искать. Возле стадиона «Самара-Арена» построят парковки за 327 миллионов рублей. Почти 2,5 тысячи мест должно появиться к маю 2018 года. Работы должны начаться в ноябре. Напомним, стадион «Самара-Арена», который построят на территории радиоцентра, сможет вместить 45 тысяч зрителей. На нем пройдут шесть игр Чемпионата мира 2018 года. Тестовые матчи запланированы на весну 2018 года. Из Рождественного в «Самару» срочно эвакуировали 50-летнего мужчину с инфарктом. Он нуждался в срочной медицинской помощи. Его состояние ухудшалось. Спасатели погрузили мужчину на катер и доставили в «Самару». Здесь его передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации. 17 октября состоится дополнительное распределение свободных мест в детских садах. Для этого необходимо было заранее перепроверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе и в случае обнаружения неточности обратиться в МФЦ. Распределение свободных мест в детских садах происходит автоматически на основании нескольких критериев, в том числе право на внеочередное зачисление возраста ребенка и даты регистрации в электронном реестре. Кроме того, после получения уведомления о предоставлении места необходимо в течение 10 дней письменно подтвердить свое согласие. Музыка нас связала Самару и маэстро мирового класса Валерия Гергева. Уже 10 лет он приезжает в наш город с оркестром Мариинского театра исполнить легендарные произведения классического репертуара. После концерта маэстро встретился с журналистами. Мариана Мирная продолжит. Музыка – это исцеление. Музыка зажигает факел добра и может переустроить, усовершенствовать мир. Так говорил великий виолончелист современности Мстислав Ростропович. Уже в 10-й раз в Самаре проходит фестиваль, посвященный мастеру. Идейный вдохновитель, инициатор и художественный руководитель маэстро Валерий Гергиев вместе с музыкантами Мариинского театра выступает на сцене Самарского академического оперного театра с лучшими произведениями легендарных композиторов. Некоторые писали сочинения, которые должны звучать вот так вот в зале, не ссылаться на исторические записи, не искать архивные, телевизионные какие-то кадры. Мы не можем бить себя в груди, говорить, что вы хотите, чтобы мы узнаете о Шостаковиче, обратитесь в гости радио, вам что-нибудь там откопают. Мы должны это играть постоянно, и это приходится не только и не столько призывать коллег к этому, сколько делать это нам самим или мне самому. Не проходить мимо исторических музыкальных событий призывает маэстро Гергиев, таких как 75 лет седьмой Ленинградской симфонии Шостаковича. И в следующем году традиционный фестиваль он предлагает посвятить именно Дмитрию Дмитриевичу. Дмитрий Дмитриевич, я думаю, поддержал бы идею в рамках фестиваля, посвященному ему, исполнять и симфонии Брукнера, и симфонии Малера. Он был колоссально любопытным, наблюдательным и очень отзывчивым художником. Он слышал и слова Шекспира, и мелодию Верди, и он впитывал абсолютно все. Три концерта дал оркестр Мариинка на самарской сцене. Почетному гостю досталась миссия перерезать красную ленточку и открыть музей театра оперы и балета. Часть экспозиции посвящена военным годам и эвакуированному в Куйбыше в Большому театру. Есть и современные экспонаты, костюмы из оперы Борис Годунов. И, конечно, фотографии солистов балета и оперы разных лет. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков, События. Играй гармонь! Творческие коллективы со всей губернии будут орожить сердца зрителей. Это не профессиональные артисты, это люди с горящими глазами и желанием творить. В филармонии на фестивале самодеятельного народного творчества побывал Даниил Лучков. Сергей вот уже как 20 лет играет на ложках, танцует и поет. Вместе с коллективом «Рябинушка» представляет Клявлинский район. Под баяны две балалайки артист прочитает стихотворение. Сам Сергей в этом деле уже ветеран и имеет много наград. Отправились в Самарской области, сатуэтку хорошую, позаложенную получил. Короче, здоровый образ жизни веду, занимаюсь спортом, занимаюсь домашним хозяйством и выступаю, по деревням ездим. Концертные программы представляют 4 района Самарской области – Богатовский, Борский, Клявлинский и Кенельский. В прошлые годы Тольятти и Самара показывали одну программу от города. Теперь выступает каждый район. По Самарской области их около 30. Каждый участник вкладывает душу в свое творчество. Их не заботят ни деньги, ни слава. Просто, с душой и для людей. Председатель жюри отмечает высокий уровень, который не уступает и профессиональным артистам. Видно, что они готовились к этому очень обстоятельно, основательно. И вот уже прошедшие несколько программ фестивальных показали, что уровень значительно повысился. И мы просто получаем удовольствие, наблюдая за работой этих самодетельных исполнителей. Пышные сарафаны, протяжные голоса. Через национальные костюмы и песни каждый коллектив рассказывает о своем крае. Талантливые мастера показывают культуру и быт народа. Через такие выступления сохраняются и передаются традиции. Напомним, что фестиваль «Рожденный в сердце России» стартовал 25 сентября и будет идти по 2 декабря. Следующий концерт пройдет 23 октября в Театре оперы и балета. Даниил Лучко, Константин Головин. События. Для осетин это место дни Пушкину. Осетия отмечает день рождения поэта Касты Хитагурова. А Самару национальный праздник тоже не обошел стороной. На концерте гостеприимные южане собрали своих друзей из Союза народов Самарской области. Андрей Горгуленко тоже прикоснулся к осетинским традициям. Великий Каста. Именно так по-любовно осетины называют отца и основоположника родного языка и литературы. 15 октября, день рождения Касты Хитагурова, национальный праздник всей Осетии. Ведь именно его стихи знает каждый представитель южного народа. Каждый человек, каждый осетин, он в душе носит вот это имя. И то, что он создал, то, что он написал, поэзию, она проходит через каждого из нас. На праздничном концерте, посвященному великому поэту, звучат не только его стихи и осетинская музыка. Со сцены исполняют и песни других народов. Председатели всех национально-культурных центров пришли поздравить дружеский народ. Огромное спасибо всем руководителям национально-культурных центров, что участвуют в этом мероприятии. Это еще один шаг для сближения, для большего сближения дружбы между народами. Мы в городском округе Самара совместно с нашими национально-культурными центрами демонстрируем, что мы едины. Мы в состоянии сплотиться для решения любой задачи, которая стоит перед нами. Задача сохранения национально-культурных традиций, их преумножения. Праздник в честь Костыхи Тагурова в Самаре отмечают в 15-й раз. Осетины отмечают, что все больше молодых выступают со своими номерами. А значит, главная цель – сохранить народные традиции – успешно выполняется. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Битва на мечах в центре города – это не криминальные новости. Самарские исторические реконструкторы определяли сильнейших в поединках со средневековым оружием. Боевой топор в руки взял и наш корреспондент. Бойцы двигаются ловко, быстро и проворно. Словно они не одеты в 10-килограммовые доспехи, а в руках игрушечные мечи. Но все по-настоящему. Тяжелые удары и точные уколы. Участники признаются, исторические сражения по-прежнему их увлекают, потому что реконструкция открывает множество направлений для творчества. Тут очень много граней, которыми можно развивать и по отдельности, совместно. Одно время я активно спортивную составляющую фехтования у себя развивал, достиг каких-то результатов. Теперь мне стало интересно, скажем, ремесленная составляющая. На фестивале в основном представляюсь как кузнец, как мастер-ремесленник. Самарские исторические реконструкторы каждый год собираются на межсезонный турнир, чтобы потягаться друг с другом, помериться силами и выявить лучших по обращению с мечом и копьем. А заодно и зрителям показать красоту средневековой боевой одежды и оружия. Подобные фестивали, они своей целью ставят популяризацию историю, историю России, историю Европы, историю степи. То есть, по большому счету, это история, собственно, нашей страны и ее соседей. Пока профессионалы выявляют сильнейших на ресталище, я тоже решил проверить свои силы в историческом бою. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. А здесь все по-настоящему. В 35-й школе выбирали руководителя ученического самоуправления. Молодые активисты выдвигали свои кандидатуры. Кто же победил, расскажет Даниил Лучко. Такое голосование проводят впервые. Дети с 5-го по 11-й классы выбирают, кто возглавит школьную думу. Всего два кандидата. Валерий Ситников и Динара Якупова. Оба десятиклассники и волонтеры. Каждый со своей программы. Быть руководителем ордена ученического самоуправления, мне кажется, это достойно. Я сам бывший руководитель. Я был два года президентом школы 168 в Самаре. И мне кажется, что эта должность достаточно почетная, но она требует большой и структулезной работы. Голосование проходит в 26 школах и лицеях. Бюллетень не принимает специальная электронная урна. Волонтеры подсказывают, как правильно вставлять бланк. Такая машина на выходе показывает общее количество голосов, а также результаты каждого кандидата. Но человеческий фактор тоже очень важен. Машина подсчитывает голоса, но без человека, к сожалению, машина не может вам огласить результаты, посчитать процент, посчитать все остальное. Машина лишь дает точное количество бюллетеней, которые были использованы. Все бюллетени по стандарту. Протокол такой же, как и при выборе президента. Все по-настоящему. Вадим Михеев уверен, что такие выборы заранее готовит активных избирателей. А сегодня они на практике сами поняли, сами увидели, что же значит выборы, что значит от них зависит. Если он пришел и проголосовал за своего кандидата, то и результат он увидит сам. Знаете, вот это я считаю самое важное. Борьба была нешуточная. Из 254 учеников проголосовало только 113. Результаты уже известны. Прикуповать на Рафаэльевна 60. Результаты подведены. Ты согласна? Да. Данил Ишко, Константин Головин. События. Парад памяти пройдет в Самаре 7 ноября. В этом году он будет особенно, максимально приближенным к параду 41. В преддверии большого патриотического праздника в школах проходят тематические классные часы. Лариса Шалафаст об исторической памяти. В начале классного часа архивные кадры парада 41-го года на площади Куйбышева. В течение полутора часов перед трибунами шли тысячи пехотинцев, кавалерийские отряды, десятки единиц военной техники. В небе пролетали штурмовики, бомбардировщики и истребители. Было задействовано более 22 тысяч человек, многие из которых с площади отправлялись на фронт. Чтобы больше погрузиться в военную атмосферу 41-го года, школьники не только проштудировали учебники истории, но и выучили военные песни. Идет война народная, священная война. Все время говорим о патриотизме и постоянно внушается мысль о том, что любить родину это не значит целовать березку. Да, это все-таки что-то надо делать для своей родины. Начинаем с того, что изучаем страницы истории, гордимся подвигами предков. Тематические классные часы, посвященные памяти парада 7 ноября 41-го года, будут проходить в самарских школах в течение двух недель. Лариса Шлафас, Дмитрий Мишканцов, События. Никак не могут держать высоту. Крылья Советов немного штормит клуб второй матч подряд, проигрывает аутсайдерам в футбольной национальной лиге. Сколько очков теперь отделяет команду, от первого места знает. Андрей Горгуленко, Новости спорта, продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские крылья вторую игру подряд теряют очки в ФНЛ. Хоккеисты ЦСКОВС победили лидера ВХЛ, но остались в конце таблицы. Анастасия Павлюченкова выиграла третий титул в сезоне. Уроженка Самара Анастасия Павлюченкова стала победительницей турнира в Гонконге. В финальном матче она в трех сетах обыграла представляющую Австралию Дарью Гаврилову со счетом 5-7-6-3-7-6. Матч продолжался 3 часа 11 минут. Павлюченкова один раз подала на вылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь брейкпоинтов из тринадцати. На счету Гавриловой семь эйсов, одиннадцать ошибок на подаче и восемь брейков. Павлюченкова сравняла счет в личном противостоянии с Гавриловой 1-1. Для Анастасии титул стал одиннадцатым в карьере и третьим в сезоне 2017. Впервые в карьере спортсменка завоевала три титула за один сезон. Ворские хоккеисты ЦСК ВВС сыграли очередной матч в ИХЛ против Южного Урала. С самого начала на площадке пошел открытый хоккей, команды много атаковали. Однако превратить количество в качество смогли только гости 0-1 к первому перерыву. Второй игровой отрезок начался с быстрой шайбы ЦСК ВВС. Хозяева после гола прибавили, стали больше лезть на ворота, чем заставляли гостей удаляться. Арчане дважды использовали численное преимущество. Показалось, что хозяева нашли нить игры, но ЦСК ВВС вновь вышли вперед. 2-3. Хоккеисты Южного Урала всеми силами старались отыграться. Однако на 58-й минуте самарские армейцы сделали счет 2-4, а спустя 30 секунд добили хозяев и установили окончательный счет 2-5. В рамках 18-го тура первенства ФНЛ самарские крылья советов принимали ротор из Волгограда. Хозяева начали матч очень активно, создали много голевых моментов. Мяч попадал в штангу и перекладил ворот ротора. Но счет в матче в конце первого тема открыли гости. На вес Ильи Ионова ударом головой замкнул Михаил Бирюков. Евгений Конюхов до мяча дотянулся, но парировать его не смог. Счет самарца сравняли на 61-й минуте матча после одного из многочисленных угловых. На вес Дениса Ткучука головой замкнул Сергей Корнеленко. 1-1. Этот гол стал восьмым для самарского бомбардира. Потеряв очки во втором матче подряд, самарцы отстали от лидирующего Енисея на 6 очков. Следующую игру в Аложане проведут в Краснодаре. Матч против Кубани начнется 21 октября в 18 часов. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. До встречи!